Имя не будет видно, я имени не буду называть. Я сделала так, чтобы имя не было не видно. Хорошо. Ладно, хорошо. Начинаем? Да. Хорошо. Хорошо, пожалуйста, расскажи мне, пожалуйста, когда ты шла на курс, какие проблемы перед тобой стояли? Основные. Проблем было множество. В первую очередь, эта проблема была во мне, это в моём сопротивлении, в моих страхах видения. Хотя я и до этого тоже видела раньше, с детства, иной мир, но был страх увидеть его во всей его красе. И второе, это был страх принятия, как меня будут принимать остальные мои знания. Но он был в первую очередь, в первую очередь, стоял мой страх, моё сопротивление этому видению. А как сейчас? Что изменилось? Ну, меня судьба так толкала, что другого выхода у меня просто не было. Вот. И когда я решила, что я не пойду, меня просто ударили по голове. Я просто упала, и чуть не ушла, слава богу, всё обошлось. Но я после этого поняла, что если буду сопротивляться, ещё больнее будет, больнее направят. Как сейчас? Какое отношение сейчас к тонкому миру? То есть страшно ли сейчас с ним взаимодействовать, не страшно? У меня появилось... Нет, такого выраженного страха нет. У меня появилось даже, знаете, уважение к тонкому миру, уважение даже к тёмной стороне тонкого мира. Вот это же всё и белое, и тёмное, это же всё создание Творца. То, что Он создал, это же всё прекрасно. Он же для чего-то это создал и тёмное, и светлое. Значит, мы должны... Это просто наш выбор. Выбираем мы тёмную сторону или светлую сторону выбираем. И тёмная сторона иногда даже может помогать в добром деле. Просто идёт страх именно немножечко связанный, видимо, с тем, что нам говорили по религии, и ещё с предыдущими, видимо, жизнями что-то оттуда страх идёт, ещё тянется. Но я понимаю, что это всё, всё это есть, и мы должны это уважать каждого, каждой сущной, что есть в этом мире. Потому что это создал Творец. И что создал Творец, нельзя как-то осквернить, что он сделал что-то неправильно, что ли. Вот так у меня. У меня вот такое... На каждое существо, на каждую сущность был определённый замысел Божий, по сути. И для чего-то даже те же сущности астральные существуют. То есть почему они прилетают и садятся на человека? Они дают определённые испытания. Да, чтобы не было выброса эмоций. Тогда будет защитный у нас кокон крепче. И мы должны работать с собой, со своими проработками, со связью с Творцом. Мы должны её больше как бы развивать, открывать свою вот эту седьмую чакру, чтобы у нас связь... Чтобы канал был шире, чтобы мы были защищены ещё больше, чтобы мы могли защитить и себя, и свою семью. И если это нужно, если Творцу нужно действительно, если я ему нужна в этом деле, то я смогу в будущем помочь и другим людям. Если он... Ну, на это есть замысел Божий, если Творец так хочет. Вот если он... Если это моё предназначение. А сейчас в плане детей стало немного спокойнее? То есть раньше вообще был сильный тремор, что дети могут навредить. Сейчас стало спокойнее, когда ты уже знаешь чётко алгоритмы, что делать, да? Какие там повеления сказать, как это всё правильно сделать, так, чтобы это всё ушло? Да, сейчас стало намного спокойнее, потому что я знаю, что если я сконцентрируюсь, закрою глаза, уйду в это состояние, то я могу всё увидеть и всё убрать. Вот. Если я этого захочу, то я могу это всё сделать сама. Если этого захочу. Да, всё верно. Всё правильно. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, по поводу материала, да? То есть на курсе. Какие уроки тебе понравились больше всего? Было ли что-то, что вот прям тебя сильно вдохновило? Больше всего мне понравились, конечно, уроки, которые связаны... У вас вообще курс, он очень-очень разносторонний, очень разнообразный, и вообще там есть не только работа вот с астральным миром, да, ну, с иным миром, да, там ещё есть работа со своими энергиями, и ещё есть в психологии личностные отношения, отношения с самим собой, отношения с окружением, как их восстановить, проработка рода, проработка отношений с детьми, с мужем. Вот это мне больше ближе, вот именно личностные проработки, себя проработка и проработка отношений, вот мне вот это ближе было. Как подача материала? То есть что понравилось, может, были какие-то моменты, которые не понравились? Подача материала была чёткая, конкретная, вот я ещё при подготовке к экзаменам всё пересматривала, ещё больше даже укладывается в голове. Подача материала мне понравилась, всё чётко выстроено, лекцию, когда вы читаете, и написано, можно перечитать, повторить себе, и вы очень чётко всё подаёте, и даже рисуете, где надо, где может быть непонятно. Мне было всё понятно, всё очень доступно, в доступной форме. Не было ли перегрузки информации? То есть успевала ли ты за неделю пройти необходимый материал для того, чтобы, ну там, к онлайну подготовиться? Именно я... Были периоды у меня просто в семейной жизни, когда были трудности, и в те моменты, да, я не успевала. Всё это связано с тем, что, ну, может быть, и дети, да, но больше всего, да, сложнее было сконцентрироваться, одно и всё, черпать знания. Вот. Но, в принципе, если уделять себе времени, то можно всё спокойно за неделю пройти. Работа с девочками в группе. Насколько тебе понравилось? Насколько ты считаешь, это эффективно и качественно? В группе мне понравилось работать именно, знаете, ну, видимо, это коммуникативные способности. С кем-то мне было легче работать, с кем-то сложнее. Кому-то ушло вообще полное сопротивление. Вот. Но это просто, ну, это человеческие особенности такие, человеческий фактор. А так в группе намного эффективнее получается. Даже я пробовала чистить квартиру в паре, да, пробовала чистить себя, своих близких в паре, близких другого человека пробовала чистить. И так намного эффективнее работать в паре. Вот мне понравилось именно в паре. Когда... Уверенности больше появляется? Уверенности больше. Да, да, да. Уверенности больше, сил больше. И всё как-то легче получается у тебя. Даже когда, если просто человек ждёт, когда ты сделаешь, всё намного легче и быстрее получается. Угу, угу. Хорошо. Скажи, пожалуйста, на онлайнах, да, на которых ты была, на которых у тебя получалось присутствовать, насколько ты чувствовала то, что вот мы в общем потоке делаем, насколько ты это видела, насколько для тебя это было ценно? Ну вот, допустим, мы там что-то вместе делали. На онлайне... Да. То есть, насколько ты это чувствуешь? Во много раз мощнее. Угу. Да, да, да. На онлайне всё намного мощнее получается, да, и такие сильные энергии идут, прям иногда вот даже тяжело чувствуешь их потянуть, да, как-то вот потом после онлайна отходишь, да. Но там действительно на этих энергиях носили вот всех нас, вот девочек, получается всё намного быстрее, и картинки лучше проходят, когда, например, вот в регрессии уходили, либо чистки уходили. И видишь быстро-быстро всех, вот, всех девочек видишь, картинки идут лучше, чётче, видение чётче идёт. Вот, да, вот намного всё идёт чётче, слаженнее, вот, видение лучше идёт, вот это, да. Угу, угу. Хорошо. Ну, потому что все разного уровня, скажем так, энергии, поэтому с кем-то идёт резонанс, с кем-то не идёт, да. Это так. Что я ещё хотела спросить? Насколько ты считаешь, тебе эти знания могут пригодиться в жизни? Ой, мне их надо ещё уложить, вот всё это в голове моей, но эти знания в жизни мне стопроцентно, они пригодятся. Просто, видимо, каждому знанию нужен свой шкафчик, что ли, во мне. Потому что такой объём информации и такой, вот, знаете, разносторонний, и мне понравилось, у вас есть та информация, которую нигде не найдёшь, ни в интернете, ни у какого-нибудь ещё шамана, потому что это ваши наработки, это ваш, как бы, опыт и ответ от Творца, как это инсайты ваши. И это нигде не найдёшь, кроме как обучиться у вас. Вот мне это очень понравилось, что вы с нами поделились такими ценными знаниями, потому что, ну, любой человек, который имеет такой опыт, такое знание, мог бы это знание скрыть, чтобы было только у него, и к нему больше людей шло. А вы, получается, воспитали даже как конкурентов, что ли, себе, потому что вы нам дали полностью, знаете, вот видно, что вы прям от всей души так хотели вот нам всё отдать, что всё, что можно, вы вот даёте, даёте, даёте. Вот ещё, девочки, вот ещё, ещё, ещё вам, вот ещё, ещё. Мы такие подышим, подышим. Потом ещё, давай, 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 ещё. Вот мне очень понравилось, что вы от чистого сердца хотите, чтобы у нас были знания, чтобы мы были сильными, знающими. Вот, и самое основное, вы всегда нам твердите, что верь в себя, слушай себя, даже если что-то говорю я, как учитель, ты прислушивайся в первую очередь к себе, что ты пишешь вот именно своё сердце, своё знание, у тебя есть своё ясновидение, яснознание. Вот вы нам всегда вот твердите, мне очень это понравилось. Вот. Да, да, потому что могут сказать всё, что угодно, только внутри понятно, правда это или нет. Куча же учителей, они могут разному научить. Но с какой целью они это учат? Это во всему учат. Поэтому, да. И мне ощущается, что у вас сердце так и трепещет за каждого. Если вы видите, вот, я заметила, если вы видите, что кто-то идёт не туда, и вы так мягко так намекаете, так, ну, ты знаешь, вот, послушай, вот там вот у меня вот в Инстаграме есть вот это вот, послушай, пожалуйста, что-то тебе придёт. Ты так понравился. Послушай, это точно, я пошёл не туда. Вы не указываете, что тебе надо сделать так, а вы даёте подсказки. И сообразить человек или нет, это вот уже его уровень, как бы, насколько он... На сложности, да. Потому что другому нельзя, навязывать же нельзя. Человек не поймёт, если ему будешь навязывать, да. Он просто скажет, что в школе мне сказали раз, два, три. Это будет раз, два, три. Я сама всегда сомневаюсь, да. И почему это росла до определённого уровня? Потому что я во всех знаниях всегда сомневаюсь. Мне говорили, нельзя убрать демона из человека. Я сказала, как нельзя? И я дошла до того состояния, когда я знаю, что можно. И рассказываю вам, что это можно, безопасно для него и для вас. И это круто, да, потому что это гармония. Потому что никто не страдает, ни вы, ни существо. Потому что эти же все существа, они тоже божественные, тоже от Бога. А мне говорили, нет, это ни в коем случае, это только от батюшки в церкви могут сделать. Нет, я чётко знаю, что это может сделать человек. Нормальный, осознанный. И я рада, что вы теперь это можете, да, потому что это круто, вы на самом деле очень крутые. Вы просто ещё не понимаете, насколько это прям мощно и круто. Это знание, такого уровня знаний, я не знаю, если честно, вообще где-то. Что кажется? Мне нравится, что у вас вот нет плохого, хорошего. Вы, да, вы принимаете всех вот сущностей, всех существ, что вот есть вот у нас, что создал Творец. И вот нам вы хотели это донести и донесли до нас. Вот что не надо этого бояться. Вот. Всё равно есть какой-то вот страх вот небольшой, но уже такого панического, такой дрожи уже нету, да, который был до обучения. Да, слава Богу, это очень важно. И эти знания будут ещё какое-то время распаковываться. То есть у некоторых девочек, когда я начинала обучение, распаковывалось 3 года. У вас сейчас будет это всё намного быстрее, потому что сейчас другие энергии на Земле. Совсем другие. И плюс я давала вам выжимку своих личных знаний, да, то есть не только мне сказали 1, 2 и 3 и только так. Я давала, потому что я уже знаю, я прошла эту дорогу. И давала вам уже, исходя из своего личного опыта, потому что я знаю, как работать. Потому что многое из того, что мне рассказывали, не работает вообще напрочь. И я это всё откинула. И нашла свой конкретный вот этот вот, скажем так, путь, который чётко работает. И по результатам людей, которые к нам обращались, да, так же, как и ты, куча людей обращались. Я вижу, люди приходят с вопросом мужа, там 5 лет не поднимают зарплату, да, не меняют место работы, хотя он уже должен. И мы делаем, и через, скажем так, 2 недели человеку приходит возможность, он меняет всё. И меняется зарплата, меняется работа, и меняется всё. и вот так вот смотришь и думаешь, боже мой, откуда это, неужели вот прямо, скажем так, вот такое вот энергетическое воздействие может так повлиять на человека. И реально оно так влияет. Вот самое интересное, что оно влияет. И я вам давала все эти знания так, чтобы вы это тоже могли сделать. Потому что суть моя сейчас, как можно больше таких людей, как ты, сделать, да, которые будут знать чётко, как им бороться с этим со всем, будут чувствовать себя уверенными и будут чувствовать себя нужными, хотя бы для себя лично, потому что многие даже с собой разобраться не могут. И вот это основная проблема. Они чувствуют себя и не знают себя. Да, да, да. И обратно уже совсем не хочется. Да, уже эти нипотики просто. Да, смотришь на себя три месяца назад и понимаешь, я уже всё, я уже не такая, я выросла, правда? Ну, знаете, всё-таки, да, два разных человека. Вроде просто какое-то обучение, ну, какое-то, это так вот можно сказать, да, вот, это для, например, мужа, это вот называется какое-то обучение моё. А всё равно уже не хочется уходить в ту женщину, которая была до обучения, потому что вы, пока мы просто не осознали до конца, но вы что-то такое важное в нас вот-вот вложили в наши головы, что действительно это будет распаковываться, раскрываться, и дай Бог вот Всевышнему вот связь с Творцом будет усиливаться, потому что будешь жить в принятии и в осознанности, жить в принятии того, что к тебе идёт, что с тобой происходит, и жить в осознанности. Уже не хочется вот туда, к тому серому человеку, той серой личности уходить, совсем не хочется. Вот. Да. Да, и намного проще так жить, когда ты понимаешь, почему это происходит. Да, появилась проблема, все мы не без проблем, у меня тоже появляются проблемы. Но я её беру и начинаю анализировать. Да. И вот так вот на раз, два, три, как я объясняла, да, прорабатывать, почему эта ситуация возникла в моей жизни, что во мне её притянуло, какая программа там, почему я так реагирую. Вот так вот разобрала, разобрала по полочкам, убрала, всё. Гудбай, всё прекрасно. И так вот так вот покрупиться, покрупиться. Благодарю вас вот за тот вклад, который вы сделали у меня. И я тоже благодарю тебя за всё. Спасибо большое. Я очень рада, что у меня такие прекрасные, как я Ане сказала, девочки выросли, да, можно сказать, духовные дочери, ученицы. Я очень рада, что вы у меня такие все прекрасные, замечательные. Да, а вы знаете, да, вы очень маму на полочкам. Вы прям вот за каждого вот так вот трепетите, как курочка зацеплена, как ты, как по-другому один за нас. Вроде бы все же взрослые женщины. Да. Да, спасибо большое. за каждую. За каждую прям вот у вас вот сердце болит, чем как-то вот. Ну, видно, что вы очень за каждого переживаете. Вот. И это очень ценно для нас, что мы ваши первые вот так ученицы, это даже вот так невообразимо. Благодарю вас за тот опыт, который вы мне лично дали. Вот. Благодарю. Вот. Простите, если я что-то делала не так. вот тоже. Не, ну все мы не идеальны. Ну, будем над тобой работать. Да, да, да. Спасибо большое. Спасибо. Будем над тобой работать. Я тоже очень рада. Спасибо. Ну, будем работать. Дай Бог вам здоровья. Да. Чтобы высшие силы вам еще больше давали знаний, чтобы вы большим людям могли помочь. Вот. Люди нуждаются в таких людях, как вы, действительно. Вот. Дай Бог сил вам. Да, наша земля нуждается во всех нас. И поэтому моя задача, как ни странно, теперь не спасать людей, а учить таких, как ты. Да, правда. Чтобы они потом спасали людей. Ой, вообще, это такой, такая ответственность. Такая ответственность. Ну, что делать? Мне дали такое повеление. Значит, придется работать. Придется, да. И на нас эта ответственность тоже возлагается. Ну, самое главное, да, как я и говорила, начинаем с себя, разбираемся с собой, а после этого только если захочется, если будет желание души. Это не обязательно. Только в этом случае, да, к другим людям. Работаем тогда с другими людьми. Если честно, люди начнут приходить, когда ты будешь готова. Начнут говорить, подружки, помоги, там, близкие, помоги. Все вокруг начнут говорить, помоги. И тогда ты поймешь, что вот, да, все, уже время пришло. Пока у тебя еще время внутреннего созревания, внутренней трансформации. Так что спокойно относимся ко всему, что происходит. Просто анализируем, разбираем, и все будет хорошо. Все, не буду отвлекать. Я очень рада, сертификат вышлю. Спасибо большое за все. Запись тоже вышлю.